Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Мария стояла у гроба, вне игу и плакала. Но, как уже тысячу раз говорили, там на востоке гробы вырубали в камни и приваливали другим камнем. Говорят, что те камни, которые теперь ставят вертикально у нас на кладбище, это как раз идет от той эпохи. Это мода уже послереволюционная, потому что все надгробия дореволюционные, они никогда не делались в виде вертикальных плит. Это идет из древней еврейской традиции. И поэтому она стояла у этого гроба, не входила туда и плакала. Почему она плакала? Ну, естественное дело, когда близкий человек умирает, несмотря на то, что это самое обычное явление. Человеческая душа, она вся сотрясается от этого. Потому что Богом человек создан как существо вечное. И смерть – это и есть вообще аномальное явление. Смерть – это следствие греха. Если бы смерть не забирала бы людей, не разъединяла бы душу с телом, то мы бы с вами были современниками. И с Юлием Цезарем, и с Наполеоном Бонапартом, и с Адольфом Гитлером, и с Феликсом Дзержинским. А так все-таки какая-то ротация происходит. И есть, конечно, иллюзорная, но надежда на то, что, может быть, что-то изменится. Поэтому то, что Мария плакала, в этом нет ничего особенного. И вот, когда она плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих. Одного у головы, а другого у ног. Того места, где лежало тело Иисусова. Потому что усопших клали на такое возвышение. И там, в закрытом помещении, постепенно тело истлевало. Оставались одни косточки. Их потом собирали в специальные кувшины. Выдалбливали ниши. Туда их запечатывали. Вот. И можно было бы хоронить и другого человека. И они, ангелы, говорят ей. Женщина, что ты плачешь? Вопрос такой странный. Но на самом деле он наводящий. Дело в том, что часто бывает, человек спрашивает не потому, что ему важно узнать там что-то. А для того, чтобы разговор там завязать. Или узнать, что с ней происходит. Может быть, натолкнуть на какую-то мысль. В данном случае ангелам многое открыто. Поэтому они спросили, что ты плачешь? Чтобы начать говорить о самом главном. Зачем, собственно, их и послали. Ангелы – это посланники. Бога к человеку. Она им говорит, унесли Господа моего. И не знаю, где положили его. Но речь идет, конечно, о теле. Потому что для людей обычным представляет большую важность. Где похоронят, как. Они даже иногда какие-то совершенно безумные ритуалы придумывают. Обмениваются всякими суевериями на этот счет. А обычаи, которые связаны с погребением, соблюдают. Не отдавая себе отчета, что за этим стоит. Именно в силу того, что смерть, она как-то очень человека будоражит. И вот сказав, она обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит, женщина, что ты плачешь? Кого ищешь? То есть ангелы как бы ее подготовили к этому вопросу. А он тот, который не только знает, почему она плачет, но о чем плакал тысячу лет ее прадед, когда ее на свете не было. для Бога книга жизни, она совершенно открыта. Поэтому опять у нее такой вопрос наводящий. Она, думая, что это садовник, говорит ему, господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты его положил, и я возьму его. Иисус ей говорит, Мария, она, обратившись, говорит ему, равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. Иди к братьям моим и скажи, восхожду к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Мария Магдалин идет и возвещает ученикам, что видел у Господа и что он ей сказал. Так звучит все как-то очень обыденно. И для нас ну как-то вполне привычно, мы потому что знаем, что из всех людей первой удостоилась вот этой, ну можно сказать, чести увидеть воскрешего Господа именно Мария Магдалин. почему она этого сподобилась? Ну, об этом говорит ее состояние, что она глубоко ощутила то, чего они все лишились. Вот вот эту потерю. И хотя она плакала, но никаких истерик не закатывала, увидела человека, думала, что это садовник, очень так спокойно, вежливо сказал, если ты взял, ты мне покажи, где он, и я его возьму для того, чтобы похоронить. И Господь увидел, что она в таком состоянии способна воспринимать, он ее окликнул, и ей открылся, и через нее возвестил всем остальным апостолам. А нас уже оповестил Господь через апостолов. Они и Евангелие написали, и вот этот отрывочек евангелист написал. И вот мы теперь тоже в этом участвовали в событии опосредованно. Потому что то, что произошло во всей Вселенной с тех пор, как она была создана и до тех пор, пока она схлопнется, ее не будет, это главное событие, что Христос воскрес. Очень принципиально изменилась ситуация. В чем это изменение? А в том, что Христос, который пришел на землю в теле, родился от Девы Богородицы, покров, который над нами мы ныне праздновали, он в теле и остался. Для большинства людей это как все равно. кто коллекции собирает, кто деньги копит, кто ипотеку выплачивает, у кого сынок страдает алкоголизмом, очень много у людей всяких забот. А здесь совсем другое. Бог соединился с человеческой плотью. И через это соединение, как его именуют, воплощением пришло людям спасение. как один святой сказал, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Для каждого человека, родившегося на земле, независимо от расы, той культуры, в которой он родился, независимо от родителей, есть возможность через церковь прийти к своему спасению. И Христос, который про себя говорил, я есть истинная виноградная лоза, а вы, обращаясь к своим ученикам, это вот такие черенки, которым надлежит привиться к этой лозе. Что тогда происходит, когда черенок прививается к лозе? те соки, те соки, которые двигались по капиллярам лозы, они начинают двигаться в этом черенке. И он становится частью лозы. И возникает такое чудо, про которое апостол Павел сказал, уже не живу я, а живет во мне Христос. И в человеке все меняется. Поступки, слова, мысли и чувства. Он становится другим. Каким? святым. Для обывательского сознания святой – это вот ну такой очень-очень-очень хороший человек. Это совсем не так. Святой – это тот, у которых в сердце живет Святой Дух. Это происходит через вот это привитие к лозе, в которой есть Христос. Для большинства людей на земле это совершенно непонятное дело, и к этому никто даже не стремится. Даже не понимают, что приносят детей крестить, что смысл этого крещения в тем, чтобы этого ребеночка привить к лозе. Но никто реально этой прививкой не занимается. Поэтому проходит некоторое время, и этот черенок отмирает, становится сухим. Если кто когда-то прививал деревья, он знает, как это происходит, или видел. Но вообще-то мы раньше еще и в школе это проходили. Хотя и делали опыт, как сделать эту прививку. В этом спасение. И вот Христос посылает Марию Магдалину, потому что она из всех его учеников была самый живой черенок с почками. И вот эта жизнь в ней, она внешне даже проявлялась. В ее слезах, в таком участии сердечном к судьбе Иисуса Христа. В том, что она прибежала на гроб самая первая из всех. Говорит, что ей это больше всего было нужно. Ну, женщины вообще на востоке в длинных одеждах ходили. Любой бы из апостолов мог бы, если бы чуть пораньше встал прибежать гораздо раньше ее. Но первой у нее еще хватило времени на то, чтобы вернуться и им рассказать. И вот она удостоилась первой беседы с воскрешим Христом. И какова же его любовь к ним. Несмотря на то, что они проявили такое нерадение, он все равно ее к ним посылает для того, чтобы дать им эту возможность тоже привиться к этой лозе. И вот энергия этой лозы это вера в то, что Иисус Христос есть Сын Божий. И так это чудо и происходит на протяжении две тысячи лет. Сначала человек прививается к церкви, а потом через церковь и самому Христу. Но только те, которые ощущают такую любовь ко Христу, что готовы плакать. Это шлезы свидетельствуют об этом. Потому что большинство людей плачут о родственниках, о покойниках, о мужьях, о детях, о внуках. там. Но в этом нет ничего удивительного. Я уже тысячу раз говорил, что вот в Тарасе Бульбе Гоголь говорил, что и волк любит свое дитя. в этом ничего такого необычного нет. А вот сердцем переживать все то, что произошло с Иисусом Христом, это только для некоторых. И вот они-то когда в свете того, что Христос сделал для человека, они все свои страдания вменяют ни во что. Потому что если сравнить, что пережил Господь наш Иисус Христос, будучи совершенным человеком и бессмертным Богом ради нашего спасения, все наши страдания это, ну, как когда кедом натер ногу и идешь прихрамывая. Вот и все наши страдания. но просто любовь к самому себе, она столь бесконечно велика, что стертая кожица с пятки, она представляется чуть не термоядерной войной. Я помню кто-то из моих племянников, что ли, в ночи такая помнится мне сцена, я уже многое стал забывать, он показывал не то маме, не то бабушке пальчик, хотел, чтобы его пожалели. Смотри, у меня кровь. Там в лупу можешь смотреть, никакой крови нет, но может быть ему кажется, ну вот кровь. Призывает всех вокруг посочувствовать, что вот у него кровь. Вот. И если человеку жаль распятого Христа, он может быть христианином. А если человеку жаль самого себя, то, что там что-то не дали, в чем-то обидели и прочее, прочее, то это заслоняет. Поэтому любовь к самому себе, ну, в таком, в расширенном понимании, она заслоняет любовь ко Христу. поэтому таким людям вообще непонятно, зачем люди в монастырь идут, потому что они любят Христа больше жизни, больше папи, маме и там всего того, чего, к чему люди стремятся. Но только такие и прививаются лозе, и получают то, что именуется спасением. Получают Духа Святаго от воскресшего Господа. Вот такое сегодня замечательное Евангелие читали. Спаси всех Господней. Господень святого Господа высох в voor дж господа и Продолжение следует...